Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья, мне очень приятно сегодня представлять нашу кеново в этой аудитории, так что спасибо за предоставленную возможность пообщаться с коллегами, как я теперь называю здесь, потому что после того, как мы отсняли нашу кеново на 2-2 станции, я практически себя причисляю к этому прекрасному классу. И так, значит, мы представляем кино «Атомные вам» и, как предсказал Сережа, это кинокомпания «Тереста» при поддержке корпорации «Росатом» и при поддержке Министерства культуры. Это кино «Атомные вам» мы постарались сделать одновременно интеллектуальным и одновременно развлекательным. Поскольку темы, которые мы поднимаем в этом фильме, безусловно, глубокие, волнующие, интересные, но при этом, при всем, говоря о молодежной аудитории, с которой мы работаем, мы понимаем, что мы должны говорить языком молодежи. И поэтому кино наше сделано максимально развлекательным. Итак, все события в нашем фильме происходят на фоне небольшого запрытого города, в жизни которого связано и приходится с работой атомной электростанции. О чем фильм? Значит, молодой физик Иван проживает всю жизнь в этом маленьком городе вместе с малыми бабушками. И он выбирает эту профессию, поскольку она у него в праве. С одной стороны, с другой стороны, он любит друг другу девушку Татьяну, которая очень состоялась в этой профессии. И поэтому Иван, следуя за ней, тоже заканчивает специальную жизнь. При этом, при всем, отношения их достаточно сложные и запутанные. И Татьяна, в какой-то момент, в ней более ответственная и сложная для нее, решает порвать отношения с Иваном, поскольку он ей кажется великобыстным, несостоявшимся. И она не хочет дальше свою жизнь связывать с таким человеком. Но, тем не менее, в какой-то момент, в этом маленьком городке появляется новый человек, а именно, московский режиссер. И он из лучших моделизаторов для возникших новых событий таким главным суббистом, который проверяет отношения между героями и который переворачивает все с ног на ногу или же, наоборот, ставит все на свои места. Для того, чтобы максимально полно показать эту историю, мы, естественно, говорили не только о специальных явлениях, о профессиональных явлениях в этом городе. Но, безусловно, наши молодые появляются, наши молодые ссорятся и испытывают все чувства, которые присущи всем людям, и горе, и радостям. Для того, чтобы мы максимально интересно показали вот этих молодых ученых, мы выбрали таких знаменитых, по крайней мере, в киношных кругах актеров, а именно Григория Дабрыгина. Может быть, мы видели с ним фильмы такие, как «Черная волна» или «Как я провела на земле этого», который стал трехградым в прошлом году в Берлинском фестивале. А также необыкновенную красавицу Юрию Снегирь, которую вы, наверное, знаете по фильму «Обитаемый остров». Значит, наши прекрасные вот эти вот молодые занимаются не только при этом, при всем своей работой, но также они участвуют в спектакле. У них любительская студия, и именно в этой любительской студии заезжий режиссер «Московский Аркадий» ставит спектакль. При этом, при всем, мы, в общем, подняли такую очень популярную в 60-х годы тему физиков и лириков. И, в общем, в нашем кино тоже, в какой-то момент, этот спор с одной стороны, а с другой стороны гармония между ними достигается в его апонии. Что касается целей и задач, которые мы преследовали, ставили этот хирург. Значит, ну, в глаголе была, естественно, мы ставили создать образ молодого ученого. Значит, следующая идея, которая нас посетила, это было продвижение идеи поколений, приемственности поколений среди физиков-ядерщиков. Следующая идея, это, безусловно, формирование благоприятного информационного поля вокруг атомной возрасти. И, собственно, для того, чтобы донести все три предыдущие свои посылы, свои месседжи, мы использовали для этого максимально молодежный, современный язык, гимн-язык. И также использовали самые современные, актуальные ауфи-визуальные средства. Значит, что наши герои? Вот вы сейчас наблюдаете их на месте работы. Значит, с одной стороны, они хотят состояться в этой выбранной профессии, с другой стороны, они понимают всю ответственность, которую они возлагают на свои крупные плечи. И вот этот вот симбиоз у них, с одной стороны, значит, потребность самореализации, а с другой стороны, работа на судьбу миллионов людей заставляет их максимально задумываться над тем, какой путь они выбрали и как они будут по нему идти. Значит, дело в том, что наши создатели тоже задумывались над тем, в какую область наши художники, да, которые представляли это кино, тоже задумывались над тем, насколько сложно будет показать молодых героев в данных обстоятельствах. И поэтому наш прекрасный драматург Максим Курчкин в свое время сформулировал мысль, которая стала, на мой взгляд, литмотивом этой истории. Технологии управления распадом недра уже более совершенной, чем технологии взаимопонимания между людьми, между мужчиной и женщиной. Вот настолько и показалось, что сложности взаимоотношений Тани и Вани, в общем-то, даже затмевают собой сложности научные продвижения и научные мысли. Значит, что касается... Ну, вот героев вы сейчас наших видите, и Юрий Снегирь, и, значит, Гриша Дабрыгина. Мне кажется, что они прекрасные. Не знаю, как вам. Значит, что касается взаимоотношений наших героев со старшим поколением, то это тоже достаточно запутанное и сложное отношение. Достаточно сказать, что Иван растет с бабушкой и мамой, и та, и другая тоже в физике. И при этом при всем, несмотря на то, что они стараются быть максимально честными, в их семье существует некая легенда, некий миф про отца Ивана. Считается, что он погиб после того, как работал антизатором во время черновойской аварии. Значит, поэтому у Ивана такие бесконечно противоречивые чувства. С одной стороны, он понимает, что выбранная им профессия отчасти может быть смертельно опасной. С другой стороны, у него нет большего желания, чем когда-нибудь раскрыть все-таки тайны своего отца. Понять, кем был отец, какой он был, похож ли он на него и правильно ли он выбрал жизненный путь. И он очень часто разговаривает с бабушкой про деда, который тоже вставил в истоках атомной промышленности. И при этом, при всем по развитию, по ходу развития фильма, выясняете, что отец Ивана жив. И вот эта вот встреча Ивана с отцом становится таким премиционным моментом нашего фильма. Значит, что касается старшего поколения. Здесь тоже мы постарались не скупиться на замечательных актеров. Старшую бабушку, значит, основателя династии, я бы сказала, представляет Екатерина Васильева, которую вы все знаете прекрасно еще по советским фильмам, как «Обновенное чудо» или «Чародей». Честно говоря, когда есть кадры в фильме, которые мы вам сегодня покажем, где бабушка вместе с внуком в комнате занимаются необыкновенным делом, а именно паяют старый, значит, такой проигрыватель. Я даже не знаю приемник. Видимо, это приемник, да. Я не сильно технический, грамотный человек. Приемник они паяют. Вот для меня эта сцена наиболее убедительная, реальная. Я не уверена, просто я знаю, что это актеры, предок при всем. Я верю, что именно такими являются физики-ядерщики. И старшее поколение, и молодое поколение. Так вот, следующий еще актер у нас прекрасный – это Алексей Карпунов, который всем известен по фильму «12 из Теляги». И именно есть этот самый пропавший папа-ликвидатор. И, значит, мама Евгения Дмитриева, которая недавно исполнила замечательную роль Екатерины в фильме «Екатерина III». «Екатерина III». Значит, что касается следующего направления, которое мы исследовали более всего, это создание инфляционного благоприятного инфляционного поля, вокруг которого промышленности. Собственно, почему мы и снимали это кино, о чем уже говорили, Сережа. Мы старались раскрыть некие мифы, которые существуют, поскольку общество гиперчувствительное к этим мифам. И, собственно, наша жизнь периодически преподносят сюрпризы, такие, как это было в Японии или как было 25 лет в Чернобыле, 25 лет назад в Чернобыле. И, безусловно, эти события будоражат общественность своего мира, и, естественно, возникает ощущение страха и так далее и так далее. Поэтому мы старались, с одной стороны, не скрывать, безусловно, эти темы, но, с другой стороны, мы хотели показать все-таки, что радиация существует абсолютно везде, и именно на атомной станции более всего забыться о том, чтобы уровень ее был максимально приемлем для жизни человека. И мы хотели подчеркнуть просто своим фильмом то, что безопасность атомной промышленности, безопасность работы людей на атомных станциях, есть передательные направления работы в отрасли, и героиня Юлия Санякина Татьяна именно занимается вопросом безопасности на атомной станции. Это тоже мы постарались, именно этот момент показать вам нашими киношными приемами в одном из фрагментов. Мы сегодня покажем вам то, что этот отрывок. Что касается другой стороны нашего фильма, мы постарались говорить не только серьезно, что ли, об этих проблемах, но некоторые вещи довести до абсурда. Может быть, показать несколько сатирически, гротесно. В городе возникает ситуация, когда горит строительный вагончик, и при этом при всем наступает паника. И несмотря на то, что все сообщают, что это действительно строительный вагон, все массовые информации сообщают, что это действительно горел вагончик, что пожар потушен и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот эту вот ситуацию мы немножечко показали в преувеличенном виде, как люди собирают чемоданы, как люди стараются выехать и так далее, и так далее. Что касается, значит, каких-то наших еще устремлений таких, да, именно восполнить пробелы в кино. Вот атомная промышленность и вообще все, что связано с атомными электростанциями, это такая вот черная дыра или белый лист в нашем кинематографе, потому что практически после девяти дней одного года не было, по крайней мере, я не помню ни одного яркого фильма, который бы обращался к этой теме. Один тогда произвел неизвладимое впечатление в то время на зрителей, и даже, насколько я знаю, был интерес подрастающего тогда планов поколений, и практически в семь раз вырос конкурс в специальные вузы. Мы, может быть, даже сейчас не преследуем такой цели, чтобы, значит, повысить конкурс в профильные душевучебные заведения, но, тем не менее, мы очень хотим, чтобы наш фильм прозвучал не менее ярко, что ли тогда вот фильм «Девять дней одного года». Опять же, возвращаясь к киноязыку, я хотела бы особо подчеркнуть, что считается, что в кино обычно ходят люди от 14 до 25 лет. Это основная аудитория кинотеатров, и практически мы, когда делали кино, понимали, что это тоже наша целевая аудитория. Поэтому та команда, которую мы пригласили в кино, именно это был режиссер Василий Паркотов, который дебютант в кинематографе. При этом, при всем, он поставил еще очень много спектаклей в Ринке с Гергиевым. Он поставил летучую, мышно шумевшую в Большом театре. У него очень не стандартный, не традиционный, оригинальный способ подачи материала. И поэтому наш выбор, Дубин Сергеев, пал на этого режиссера, потому что нам показалось, что максимально современно, модно, что ли, может подать ту информацию, которую мы хотим донести до зрителя. Кроме Василия Паркотова, мы пригласили сценариста Максима Куршина, которого я уже упоминала. Это тоже театральный драматург, известный своими постановками, при этом был ряд неоднократных различных театральных премий. И для того, чтобы все их мысли, оригинальные, иногда и подажные, донести максимально красиво, ярко до зрителя, пригласили такого оператора Руслана Герезименкова, который в прошлом году, или за прошлом году, получал премию «Белый квадрат». Это главная премия операторская за фильм «Одна война» Юры Глаголевой. И нам показалось, что именно вот такая команда сможет реализовать все наши идеи. И, значит, каким-то образом это все донести до зрителя. Кроме того, когда мы попали на атомные станции, мы поняли, что это очень интересный арт-объект. И вот эти вот интерьеры или экстерьеры, на фоне которых происходят события, для нас, как для киношников, очень интересны. То есть я понимаю, что для атомщиков это ежедневное место работы, но для нас это было откровение такое открытие, потому что это непридуманные интерьеры, непридуманный такой арт-объект, что ли. И для нас было очень лестно, что нас пустили на эти атомные станции, что нас огромная группа, 70 человек, это объекты закрытые. Вы знаете, это не хуже нас. Но, тем не менее, нам предоставили возможность практически внедриться туда и пожить некоторое время совместной жизнью с физиками и киношниками. Мы, опять же, объединили физиков и лириков. И, в общем, за этот опыт от меня выводил и спасибо. Значит, опять же, не знаю, насколько это вам можно, но, тем не менее, мы настолько стремились сделать максимально интересной, яркой, нетрадиционной подачи материала, что снимали над Ген Парбер. Например, этот материал – одну камера пленочная для связи с миллиметров, а другая – сейчас современная камера цифровая, для того, чтобы какие-то специфические планы нашей картины выглядели слегка по-разному. Одно дело – это интерьер и работа на атомной промышленности, другое дело, например, это установка спектакля. Кроме того, мы постарались, чтобы и внутри картинки сама картинка была максимально интересной, потому что кроме пленки и камеры РЭД мы использовали очень интересные костюмы, сделанные из необычных материалов. Вы тоже увидите, мы вам покажем кусок репетиции театральный. На фоне масляных баков входят люди в костюмах, сделанные просто из каких-то трупов, из фольги, из пленки, которые он мог себе в упаковках щелкать и нажимать. То есть костюмы сами – это произведение искусства. Мы, кстати, передали эти костюмы на хранение в ДК, которые есть в удобной передании. Может быть, они еще кому-нибудь пригодятся. Хотя, может быть, мы доживем когда-нибудь премьеры и от этим костюмы выставим где-нибудь в зале. Ну так вот, можно уже показать костюмы тоже. Значит, как я уже говорила, мы снимали непосредственно на станциях. Все интерьеры мы снимали на Ленинградской АЭС, и их интерьеры снимали в Утопли, в Утопли, в Утопли. Значит, этот фильм готовится к выходу на экраны. Я так думаю, где-нибудь у нас сегодня. Сейчас мы находимся на стаде монтажно-тренировочного периода. И, несмотря на то, что фильм еще не закончен, к нему испытывает большой интерес как внутри киносообщества. Потому что меня дергают буквально на каждом каком-либо кругом столе или при каждой встрече собрать его гинематографа. Сегодня я влетаю на кинотапор. И, думаю, тоже первые вопросы, которые зададут мне, а когда же у тебя был готов Атан Иван. Несмотря на то, что фильм еще не готов, к нему был большой интерес со стороны Грессы. Мы давали интервью, режиссер давал интервью и так далее, и так далее. Это было и на телеканалах, на канале России, на канале Культура. Комсомольская правда писала об этом. В общем, большой интерес со стороны Грессы. И хочу я сказать вам при этом, при всем, что кино не готово и на завершение, и только-только ожидаемо. Я читала глядя изданий, и для меня это тоже было и новостью, и с одной стороны, а с другой стороны, абсолютно приятным, что этот фильм был назван одним из самых ожидаемых фильмов года. Но я вам хочу сказать, что рассказывать про кино можно сколько угодно, хотя известен закон – кино лучше смотреть, а не говорить о нем. Поэтому мы сегодня вам покажем нарезку из фильма, и все, о чем я вам рассказала, и то, о чем мы стремились, возможно, из этих кадров вы уже увидите. Хотя я надеюсь, что когда мы доделаем плиту на премьере, мы опять всячески с вами встретимся, или же вы пойдете в кинотеатры, и тоже посмотрите от него. Спасибо. Лена, большое спасибо за выступление. Лучше один раз, чем сто раз услышать, да, коллеги? Лена, вот он пытался выяснить фабулу, потому что, соответственно, полтора часа сценария перескать невозможно. Сейчас посмотрим несколько фрагментов, и надеюсь, что все, что вы услышали от Лены, вам теперь станет еще более понятно. Спасибо. Так, пожалуйста, если можно запустить. Для нас физика – это был Бог. Я на курсе самая красивая была, но, соответственно, самая губенькая. За мной профессор молодой ухожу, дед твой. Он еще, когда лому делали, прилично нахватывался, потом еще, еще. Ну, ногу тогда не понимали еще. Ну, так вот я домочкой до второго курса их родила. А потом другу, чертвы. Применяется. Ну, только хочу за него замуж. И все. Тут у меня в голове что-то щелкало. Буду же мое. Не просто живое. Моему коню другу. Да, иначе… 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 Стыло. А для физики кто друг? Это то, в котором из-за физики можно ругаться. Наспусть. Ну вот и получилось. Чего-то, лгайся. Мне не подходило, чтобы разводить и кричал. Счастливое было время. Я… Вообще… Я чистая моя. Опа! Золотые руки, как у деда. Опа! Опа! Валя! Не потеряешь. Опа! 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 Ты же мужик. Ты же не горку должен быть человеком. Я, кстати, не ученый. Я так. Синий воротничок. Ну, нажал, кнопку отжал. Так ты у нас в сердце все пишешь. Я так. Чувствую рядом постоять. Да, я пишу. Потому что я хочу состояться. А вот ты. Ты чего хочешь в эту жизнь? Я тебя хочу. А еще? Чистить планету, всех папы. Выбер гоночек. Очень смешно. Да ну, чего ты меня мучаешь? Ну, чего мне еще сказать? Я не должен был уехать. Ты же их не отпускал. Здесь свадьбу назначили свадебное платье купили. Как-то не вовремя. Многие же знаешь, как ехали. То по приказу, то по инерции, то просто заработать. Не знали же, что там. А я знал. Ты тоже знаешь, как ты страха не был. Вообще. Просто не вовремя. Вот по жизни не вовремя. Главный думал. В следующий раз. Как потом мне вовремя. Бах. Как по голове головы. Стоп. Какой в следующий раз? Для меня жил секретно. Как пеши-косопа вези. Я прочернил. Говорим в следующий раз. А отрасль нашу. Все разогнать. Черт, давай матери. Ну, все-таки ты веришь в то, что ты делаешь. Соседки купил. Соседки купил? Соседки купите? Здравствуйте, Танечка! Станция не дает. Даже в щелку? Другие контакты физические. Разумеется, в других министах. Пока не берет грязную зону. Грязной? Станция условно берет на чистую и грязную зону. Чистая, она чистая. А грязная, она может чистить. Все зоны чистые, но некоторые зоны чище других, да? Это грязную зону, чтобы быть внимательным. Вы сейчас совсем чистые. Трожки поцелуй. Это прямое нарушение ядерной безопасности. Интересная деталь. Это нам пригодится. А сейчас что вы делаете? Анализируем данные. Спасибо. Ничего не помогли. Таня придумывает, как продлить жизнь станции. Это важно, да? Это важно. Понятно. А монолог вы написали, который вас просил? Ису. Вечером в студии. Радиоактивный монстр пошел. Ничего не помогли. Ух ты! Ох ты! Последняя девушка земли! Я тебя съем! Не ешь меня, ешь фок, ешь кору Нет, я сочу тебя На помощь, спасите последнюю девушку земли Да откуда я пришел, я бывал таким монстром, не задумываясь Я не хочу убить тебя на глазах, любимой девушки Так что просто уходи Хорошо, я уйду, но я вернусь, когда ты не будешь готов Ребята, в станции билей У меня какие-то монстры Пленка непонятная Грибы какие-то Грибы Грибы Просто подкармсится У меня можно есть Извините А будет понятно, что эта радиация не от этой станции, а от того, что наоборот Будет понятно Почему тебя это волнует? Ну, начальство будет смотреть Они же не все понимают Это не должно нас волновать Мы же не домашнее видео для начальника делаем Все-таки, если мы хотели людей убедить Мы ни в чем никого не хотим убеждать Мы исследуем образы, страхи, надежды Ну, и накроется, наши собаки Слава, объясню, что происходит Ну, что непонятно Станция дала денег на атом завтрашнего дня, а у тебя грибы Будет вот не говорящий Прикрой в студию Я не хочу, чтобы вас прикрывали Не волнуйся, Акафи Делай свое дело Я всегда хотел быть похожим на героя фильма «Девять дней одного года» Он физик, который ищет термоядность, случайно обучается три раза Мы не можем так, если мы учим А потом не все идут в орак Мы, кстати, горячую и роскошную версию покажем Ага Версию чего? Ну, как все Круто или сильно? М-м-м Круто Да Атом для меня Это тепло и свет Это надежда И опасный зверь, приучить которого выпало в нашем современном Атомное будущее Это будущее без войны насилия Я хочу, чтобы все экологи это поняли и прекратили свои нападки А вот что-то Хорошо сказано Ну, может быть, я стою бы, как бы, хотя бы ушел От души От души Ну, а почему у тебя, вместо этого, какие-то грибы не появляются? И грибы И он как-то Алиактивные люди с вами Я не понимаю, обсудим Вы в театре не разбираетесь В театре все разбирается Я могу не делать Алиактивные люди с вами Алиактивные 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 Вмешиваются Ваши творческие Вы знаете, я Первый раз Вошла на эту территорию И очень рада, что Обрела практически В лице Сергея Полноценного Полноценного Продюсера Поскольку У нас Возникали какие-то вопросы И по выбору группы И по выбору объектов И по выбору объектов И так далее Мы практически все Обсуждали вместе с Сережей И На меня это очень приятный И очень интересный опыт Это не то, что вмешивался Это принимало активное участие И С полным пониманием задач И Как Я бы сказала Информационного Порядка Так же и творческого Порядка Поэтому Многие темы Вы увидели Из моего рассказа И из того, что мы представили На фото И то, что мы показали Ну вот это В этой нарезке Они весьма щекотлипы Но мы не боялись Их принимать Вытаскивать И Как бы При этом При всем наши творцы Имели практически Я бы сказала Полную свободу творчества Вот Несмотря на то, что Когда они первый раз Появились на атомной станции Они вообще Хотели влезть В атомный реактор И поснимать там Вот И Мы конечно Начали объяснять Да Но Достаточно сказать, что У вас парк Притащил На атомную станцию Во время съемок Свою жену С долго-только Родившейся дочкой Вот И там Под одним деревом Спала Полина А Рядом Мы снимали А на фоне всего этого Ну как бы Все это происходило На фоне атомной станции Вот Поэтому Творцы Всегда хотят Влезть В самые-самые Горячие точки Что называется И Их Конечно Ограничивают Но Отказы Такого Жесткого В проявлении Творческих стремлений Не было Сережу Я практически Приобрела Наталья Я бы сказала Спасибо Я хочу обратить только На что Заказчик фильма 2 При поддержке Госкорпорации И фильм Получил Поддержку Министерства Культуры Выиграл Грант На завершение Национального Фильма Что касается Кто во что вмешивался То Я могу сказать Что Коллеги Творцы Скорее вмешивались В процесс строительства Атомной станции Потому что Давайте Построим леса Около Масленных баков Давайте Рассмотрим Возможность Остановки Бетонирования Гранили Воскресенье В первой половине дня Чтобы там Вася снял Сон художника То есть Такой элемент Эксцентричный Василий Баркетов Режиссер Эмонтажный Может быть Даже Чрезмерно Провокационный Хотя Речь идет только О дебюте в кино Может быть У него была такая цель Сразу же Громко Заявить себя В кинематографе Поскольку Он уже имеет В театральном искусстве В общем Вмешательство В жизни Энергообъектов Было не меньше Чем вмешательство Энергообъектов В художественную Ткань Этого Фильма Есть еще Вопрос Да Пожалуйста Происхождение Названия Фильма Лена Только на микрофон Чтобы переводчик Слышит Хорошо Слышно? Да Слышно Значит Название Название Фильма По началу Было Неделимое Тоже Замысловатое И туманное Но красивое Нам Сереже Неделимое Нравилось больше Чем Чем Ну Как любая актриса Екатерина Васильевна Попросила сценарий И спросила Кто режиссер После встречи с режиссером У нее не было вопросов И Василию очень понравилось Вообще Вот все Кто снимался Люди старшего поколения Обожали И даже На съемках Подходили к нему И говорили Ой Такой режиссер Такой режиссер И даже Такой красивей 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 И басков Он тоже блондин И только Главное Не поют Слава Боже Есть вопрос Да Пожалуйста Последний вопрос И перейдем к следующему Павел Вот изучаем интеллект Какие главные ценности И Акторитеты Которые Не буду ждать Немножко Акторитеты Которые Я не очень рада Что нет Просто Ценности Акторитеты Которые 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 Какие Которые Какие Другие Вы знаете Я уже говорила О том Что Атомная Промышленность Понимаете Мы когда Составляли Вот эту презентацию Готовились Прийти сюда Мы все время Ловили себя на том Что Мы постоянно говорим Что Атомщики Это особые Как у нас звучит В фильме Фраза одного из героев Что они выбрали свою колею И как бы заранее Заранее на все готовы На все согласны И они вот по этой колее идут И мы все время говорили о том Что Ловили себя на том Что мы говорим Об ответственности Говорим о пути ученого И так далее И так далее И так далее Но при этом При всем Они испытывают тоже Чувства Они тоже радуются Они тоже живут Они хотят рожать И так далее Как будто бы Действительно Атомщики Это люди С другой планеты Мы Я не думаю Что нужно Совершенно так Разделять Да Это как определенную Отдельную касту Безусловно Это живые люди Молодые Со всеми своими чувствами С богатым внутренним миром Но тем не менее Выбравшие такую профессию Я не думаю Что у них есть Какие-то Ну Совсем специальные Качества Совсем специальные цели Как говорит Отец Например Значит Благо приобретенный Иван Посреди фильма Он сказал Да Когда он понимает Что у него еще Родится внук А у нас будет Такой еще Поворот Он говорит Да На сына Рассчитывал На сына Нет Ну Да Молодежь такая Она может быть Дельно устремленной Она может быть Амбициозной Какой угодно Но тем не менее Ничто человеческое Им не чуждо На этой оптимистичной ноте Презентация Спасибо большое